Здравствуйте, дорогие друзья! На улице крепчают морозы и нет ничего лучше в такой погоде, чем согреться чашкой ароматного горячего чая. Он тонизирует, бодрит, согревает и просто делает наш день лучше. Как лекарство от многих болезней, чай из древних лет чтят в Индии и Греции, в Турции, Италии, в Китае и России. Чай в любом уголке земного шара лечит недуги, утоляет жажду и снимает усталость, согревает от холода и спасает от палящего зноя. Такой вкусный, полезный и старинный напиток имеет свой праздник. Международный день чая отмечают 15 декабря. Особенно ярко и торжественно его отмечают страны-производители чая. Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения. В основном именно из этих стран привозят собранные чайные листья, которые потом собираются в различные купажи и завариваются в нашей чашке приятным и привычным напитком. Предлагаем послушать рассказ Александра Ивич про чай. Откуда чай берется? С чайных деревьев. Их часто называют кустами, потому что они низенькие, тебе до плеча. Чай, который ты пьешь, приготовляется из листьев чайного дерева. Тебе приходилось видеть пачки с надписью «Грузинский чай» или «Краснодарский чай». Значит, его привезли из Грузии или Краснодарского края. А бывает, что на пачках написано «Китайский чай» или «Индийский чай». Значит, его вырастили и приготовили в Китае или Индии. Китай – родина чая. Там с очень давних времен разводили чайные деревья. А в Европе с чаем познакомили всего лет 200 назад. Теперь это самый обыкновенный напиток. Но тогда выпить чашку чая могли только очень богатые люди. Неудивительно, что он был дорог. Чай путешествовал много месяцев по морям и океанам, на парусных кораблях. Или по суше, на лошадях и верблюдах, чтобы добраться с далекого востока до европейских городов. Ведь тогда еще не было ни пароходов, ни железнодорожных дорог. Чай – растение южное. Ему нужен жаркий и влажный климат. У нас он растет в Краснодарском крае. Представь себе, что мы находимся на большой чайной фабрике. Около нас открытая поляна. Она вся засажена низкими темно-зелеными кустами. Это чайные деревья. На кустах очень много мелких листиков. Это и есть чай. Видно, много чаю дает каждый куст. Нет, не так уж много. Тут один секрет есть. Хороший напиток. Ароматный чай получается только из самых молодых, свежих побегов. Трех верхних листиков каждой ветки. Сорвешь их и жди, пока опять отрастут. Впрочем, отрастают они быстро. Чайные деревья. Вечно зеленые. Они не сбрасывают листву зимой. Но зимой чай не собирают. Свежие побеги срывают с мая до октября. И за это время можно раз 10-12 срывать свежие листики с каждого дерева. А маленькое чайное дерево, долго ли оно проживет? При хорошем уходе чайное дерево живет еще дольше, чем большие деревья. И каждый год оно дает свежие побеги. Собираю с деревьев листики вручную или машинами и отвозят на фабрику. Она тут же, рядом. На фабрике необыкновенно чисто. Чайные листья обрабатывают в помещении, куда не попадает пыль, не проникает никакой запах. У чая особое свойство впитывать всякий запах. Забудешь недалеко от высушенного чайного листа луковицу, и все пропало. Когда заварят чай, будет он пахнуть луком. На фабрике чайные листья продувают горячим воздухом, чтобы они завяли и подсохли. Потом их отправляют в машину, которая называется роллером. Здесь, в этой машине, чайные листья раздавливаются и скручиваются в трубочки. Чайный сок выступает из листьев наружу. На воздухе сок темнеет. Поэтому скрученные в трубочку чайные листья из зеленых становятся темно-коричневыми. А после этого чай сушат в печи. Из печи он выходит черным. Осталось нарезать чай и запаковать его. Если вы любите чай, не забудьте 15 декабря устроить свой собственный праздник. Чаепитие с самоваром, традиционными русскими бубликами, пряниками, пирогами. Можно пригласить друзей и насладиться ароматным чайным напитком. А заодно мысленно поблагодарить тех, кто под жарким солнцем собирает для нас чайные листья на чайных плантациях земного шара. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok